Если мы хотим создать объем мягких тканей, лучше с бугра. Если у вас есть такая возможность. Если есть возможность, правильно. А вот дальше, что вы сказали? Но если такой возможности нет, то при корональном смещении, при устранении рецессии на имплантатах, абсолютно не имеет значения, каковый трансплантат поставить туда. Потому что вы все равно его перекроете слизистым кастичным лоскутом. Хорошо. А вот для чего вы тогда сказали предыдущую фразу? Что лучше с бугра брать? Когда мы используем метод расщепленного кармана, мы устанавливаем заведомо очень истонченную слизистую. У нас за счет расщепления появляются верхние поверхности петелия, а внизу у нас принимающая лужа. За счет чего он приживается? Мы же его не можем на металл просто поставить. Он умрет, он вывалится просто мертвый. Именно в связи с этим, что для того, чтобы утолстить, желательно применить трансплантат с бугра. Но если у вас нет возможности его взять, то вы можете поставить из неба. Есть такой большой просто спор. Я предваряю все эти вопросы по поводу откуда, что лучше, куда брать. Неоткуда лучше брать. Лучше брать туда, откуда у вас есть, но ставить так, чтобы... Ведь самое важное, как подготовлена принимающая лужа для этого трансплантата. Можно идеально забрать... Мы сегодня с вами делали сколько? Четыре минут этот забор трансплантата. С бугра он столько же занимает. Какая разница? А вот принимающему лужу его подготовить, адаптировать и правильно зафиксировать трансплантат, вот это, наверное, самое главное в операции и диктует это успех последующего лечения. Давайте, наверное, я тогда сейчас нарисую, а потом покажу клиническую операцию всю по устранению рецессии на имплантате. Не видно имплантат. Ну, здесь мы надеемся, что он в вкусной ткани уже даже. Хотелось бы... Вот мы смоделировали с вами рецессию в области имплантата. Обнажен абатмент, коронка. Здесь резьба, которая не покрыта костной тканью. Да, ну, естественно, все произошло в следствии определенных каких-то условий. Какие особенности? Глубина рецессии измеряется, откладывается таким же образом. Это является вершиной хирургического сосочка. Выкраивается по типу коронального смещения такой же трапециевидный лоск. Препарируется. По возможности, вот в этой зоне, межзубной, межимплантно-зубной, он расщепляется. Здесь он тоже должен быть расщепленный для того, чтобы его мобилизировать. Вы видите абатмент и инфицированные витки имплантата. А вот мы сейчас говорим, что с одной стороны или двусторонняя? Ну, у нас вестибулярная пока лецессия. Вестибулярная. Если у вас двусторонняя лецессия, я думаю, что надо просто... Да. И улучшить как-то качественные условия, и переустановить его в более благоприятной ситуации. То есть смысла захоронить нет, если это двусторонняя лецессия? Я думаю, что нет. Можно, знаете, у меня есть такие пациенты, можно просто длительное время поддерживать при хорошей гигиене, функционально, да, это... Если это эстетическая зона, конечно... Мы говорим, конечно, об эстетической стороне, когда это фронтальная группа субов, верхняя или нижняя челюсть. Существует бор специальный. Он продается и у нас, он продается во всем мире. Выглядит он вот так. Да, такая щетка. Когда я начинала работать, мы к имплантатору прикасались только им плейкерами, пластиковыми, которые были сменные, которые мы скручивали, накручивали, кьюфриде, и не дай бог, там не ультразвуком. В общем, на сегодняшний день, если мы оперируем переимплантик терапически, то есть лицессию на имплантате, мы имеем право очень качественно и хорошо зачистить поверхность имплантата. Мы обрабатываем ультразвуком, мы обрабатываем витки имплантата вот этой корчеткой. Все это активно очень должно промываться антисептиком, плотно-мексидином. Естественно, мы работаем 0,12-0,2% потому что флора в области имплантата в два раза агрессивнее, чем флора парадонтального кармана. Это связано с какими-то особенностями, я думаю, того, что нахождение вот инородного тела, оно запускает тоже какие-то еще дополнительные аутоиммунно-супрессивные такие функции, когда вылезает вся вот эта вот, даже условно-патогенная флора, там такие интересные в переимплантитах микробы находятся, которые никогда в жизни не вызывали патологического процесса. Обработанная вот эта поверхность, предваряя вопрос, я ее не пескострую, я не вижу смысла. Я считаю, что если вот придумали такой борщик, он очень хорошо там везде подлезает, вот эта зона у нас остается расщепленной, мы берем трансплантат, небный, свободный, доэпитализированный, или с бугра, он все равно будет доэпитализированный, в любом случае, доэпитализируем, фиксируем его в области аббатмента. Вот здесь есть особенность. Объем, площадь этого трансплантата, я не знаю, сейчас куда-нибудь я напишу, чтобы это было понятно. Площадь трансплантата должна быть в два раза больше, чем поверхность аббатмента, к которой он будет прислоняться. Если вот эта зона и вот эта зона не больше, а меньше, чем вот эта часть трансплантата, тогда это бесполезная манипуляция. Он выживет только за счет создания анастомозов эколатерали в эту область. Именно поэтому здесь лоскут должен быть расщеплен. Желательно это делать вообще в другой день, чтобы разъединить два вмешательства. Можно в это снимается, демонтируется коронка на имплантате, постоянная, которая была. Это обязательное условие. Делается пластиковая временная коронка на этом же имплантате. Вот такая. Вот так будет выглядеть новая ортопедическая реставрация. У меня должно быть вот здесь вот три с половиной миллиметра. Выглядит как короткий такой обрубок пластиковый. Очень некрасиво. Нет, потому что у вас не будет тогда формироваться сосочков на формирователе. Здесь именно принцип того, что создается пространство для роста сосочка межзубного. И делается короткая. Она специально уменьшается на три с половиной миллиметра. Эта область лишена питания со стороны. Когда мы оперируем зуб, у нас есть связки парадонта, костная структура, сохраняющиеся горсовые волокна. Здесь столько всего вообще, которое нам создают в этом дополнительном питании. А здесь, по сути, железка стоит. Конечно, она отягощает эту ситуацию. Нарушено кровоснабжение. Поэтому здесь заживать будет дольше. Я бы на вашем месте была такая паническая ситуация. Сначала бы переимплантирует, прооперировала, а потом бы потихонечку доделывала рецессии. Но не советую вам это соединять в одно внушательство. Перемещаются доэпитализируются сосочки. Перемещаются сюда слизно-косичный лоскоп и ушивается как при корональном помещении. Обязательно, здесь не по желанию, здесь обязательно крестообразный прижимающий шов. Ну, вот это, наверное, все-таки нюансы. Такие. Графт вот сюда. Я один раз ставила, у меня хороший результат. я работаю леопластом, аллогенным материалом, я не работаю никакими другими большими остеопластическими материалами. Вот я крошку стонгиозную лупку оставила туда. Там ассистент у меня там замешивает, она какие-то еще добавляет стекальные парашолки и так далее. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих стекновых. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю, ну наверное лет 25, да, наверное примерно так. Вот, и могу сказать, что она тоже верный, верный, такой преданный доктор поликлинического комплекса, но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий, и сказали, ну года через полтора мы может быть это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый, кандидат медицинских наук, у нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да, что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов, и спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое священие, да? Но, во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепно водача информации, организация, проведение и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо Марии Александровне, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.